Всем привет! Сегодня на распаковочке будет посылочка со смартфоном, который называется Xiaomi Redmi 3S. Ну, необычная распаковочка будет, потому что когда я забирал на почте, я обратил внимание на желтый скотч. Написано, укрпочтой мытый контроль с действием с распакованием, то есть проведен таможенный контроль с распаковкой. То есть по факту онбоксинг этой посылки, распаковка этой посылки уже сделали таможенники. Вот сделали бы свой канал, закидывали туда свои распаковки, было бы интересно реально посмотреть. И объясняли бы, по какой причине привлекла эта посылочка, по какой причине решили ее распаковать. Буду только догадываться, написано, что целый фон 123 доллара, то есть возможно просто при наборе цены продавец набрал 1, 2, 3. Ну и может это их привлекло внимание, поэтому таможенники решили распаковать. Понятное дело, что они надеялись, что внутри этой посылочки решили какой-то телефон подороже 150 евро, чтобы можно было срубить растаможку, то есть насчитать еще 33% на стоимость, соответственно потом сотребовалось у меня денег, чтобы, ну короче, чай-то всю эту волокину процедуру. А тут видать облом. Если мне выдали эту посылочку, значит, значит, как бы они разочаровались после того, как они распаковали данный аппарат. Ладно, я буду распаковывать, смотреть, надеяться, что смартфон у нас там внутри. Будем снимать ик-скотч. Да, ик-скотч такой, короче. В общем, как контрольный прям. Просто так не снимается целым, цельным куском. Так, ладно, будем с этой стороны пробовать. Мне просто интересно, где они, что они там открывали и что они там смотрели. А, ну вот они открыли, да. Ну и, конечно же, повредили, повредили упаковочку, чтобы телефон не разбился в дороге. То есть, вот у нас пустой пакет, вот у нас еще один пакет. Странно, что бамперочек у нас не уперли, что очень, в принципе, уже хорошо. For, я так понимаю, Redmi 3. Ну и вот наша коробочка. То есть, они достали, посмотрели, что это Redmi 3S. Наверное, зашли на тот же Алиэкспресс, посмотрели, сколько он стоит. Ну и поняли, что, в принципе, дело у них бесперспективное. Давайте открывать, будем смотреть, что же у нас там внутри. Есть ли у нас там телефончик. Да, телефончик у нас есть. Есть у нас также пленочка, которую тоже нам оставили любезно наши таможенники. Ну и вот непосредственно сам аппаратик. Аппаратик стоил явно меньше 150 евро, потому как бы они, ну, не могли никак, ничего мне предъявить. Соответственно, с меня что-то затребовать. Давайте будем пробовать его включать. Включаем, пускай он заводится. Смотрим, что у нас в комплекте. В комплекте у нас стандартный конверт, стандартный перехонечок, стандартный кабель и зарядочка. Зарядочка у нас стандартная, либо же не очень. Ну, судя по всему, судя по всему, стандартная. 5 вольт, 2 ампера выдает. S. Чем отличается от всех остальных Redmi 3? Отличается только тем, что у нее другой процессор 430 Snapdragon, соответственно, немножко другая компоновка, постановка материнской платы и так далее. Ну, по сути, как бы это то же самое, только другая база, другой процессор. Просил продавца поставить прошивочку хорошую с русским языком. Что у нас есть? MIUI Global 75, Stable 7540. Ну, даже вроде как нормальная прошивка. Это у нас как бы Xiaomi Redmi 3S версия Pro, либо же Prime, там по-разному как называют. Ну, то есть у нас 3 гигабайта оперативки, 32 гигабайта встроенной памяти. Так, по языкам, я думаю, что у нас тут все в порядке должно быть. Language and input. Так, видите, языков у нас тут более чем достаточно. Русский, украинский есть, значит, все в порядке. Ну, в общем, как бы первое знакомство. Тут, ну, скажем так, нового, чего-то особого я тут, в принципе, не вижу. Redmi 3, Redmi 3 Pro, как бы у меня был. Все это дело мы проверяли, тестировали. Ну, и, наверное, это тоже обзорчик отдельный запилим, потому что все-таки, ну, формально процессор здесь другой. Ну, и по отзывам моих знакомых, которые тестировали обычный Redmi 3 Pro, и вот этот, говорили, что вот этот вроде как работает шустрее. Ну, и тоже интересно это посмотреть, и, соответственно, как бы обзорчики я на него тоже сделаю. И скоро появится на канале. На этом тогда буду прощаться. Ссылочка на данное устройство, где я покупал, то я ложу под видео. Таможенникам привет, не расстраивайтесь, возможно, когда-то вам повезет. Ну, надеюсь, что вести ему будет не очень часто. Все, тогда от вас жду лайки и комментарии, вам несложно их поставить, а мне приятно их видеть под видео. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Если, может, кто знает, по каким критериям таможенники распаковывают посылки. Вот, что их привлекает, что должно быть, как посылка должна выглядеть, что на ней должно быть написано, чтобы они захотели распаковывать посылку. Либо же просто раз, два, три, четыре, пять, вот это открываем. Может, как-то так они работают. Подписывайтесь также на мои каналы. Всем большое спасибо за внимание. Пока.